Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Дочь, муж или враги – кому выгодны слухи о смерти Заворотнюк? В борьбе за наследство няни любые средства оказываются хороши. Несмотря на неутихающие слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, ни один из членов ее семьи, будь то дочь или супруг, до сих пор не дали ни одного существенного комментария по этому поводу. Появившиеся сведения утром о том, что Заворотнюк якобы скончалась, шокировали всех. Отреагировать вынуждены были официальные представители Анастасии, которые опровергли эти слухи. Однако вопрос остается открытым – кому же выгодны слухи о ее смерти и зачем их распространяют? Становится ясно, что авторами слухов могут быть лишь приближенные к Заворотнюк люди. Дочь Анастасии, Анна, сильно заботится о личном пространстве для семьи, потому уже потребовала, чтобы их оставили в покое. Вряд ли она хоть как-то причастна к распространению слухов о смерти матери. Куда охотнее верится в мужа? Фигуриста Петра Чернышева. Он явно не против приложить свои руки к наследству жены. Учитывая то, что подобные слухи лишь добивают Заворотнюк, мужа это интересует больше всех. Ранее стало известно о том, что мужчина вынужденно уехал от онкобольной жены на выступление с Татьяной Навко. На лед он вернется уже в конце месяца. Это намекает на то, что спортсмен уже давно поставил на супруги крест, потому и согласился бросить ее в такой сложной ситуации. Подобное поведение, однако, сложно назвать продуманным, потому как в борьбе за наследство Заворотнюк ему бы следовало уделять жене куда больше внимания и сил. Чернышев должен понимать, что его могут с легкостью вычеркнуть из списка наследников. Остается надеяться, что в будущем семья Заворотнюк все же сделает официальное заявление, дабы, наконец, закрыть рты всем тем, кто распространяет эти грязные слухи, зарабатывая на этом популярность и деньги. До новых встреч!